подскажите какие сорта из вашего сорта лёжки ходятся до весны самое это два будущего сорта это синап северный так и пипин шафраны да скромные да твердые как камень если дать в лоб вот так вот пробит не пробьет но шишка выпало твердые как камень они не роскошные ну на то они трёхки я всегда говорю она надо чтобы они лежали через зиму еще и сладкие были ребята все определяется количеством кислоты плоде чем больше кислоты тем больше лежит кислоты же не сахар чем больше сахара тем меньше лежит это не делятся самые сладкие летние вот потом идут осенние потом идут зимние вот и висказ то что это хотите зиму есть но процессе когда его только вот картошки держите подальше когда они лежат себе через зиму вот у них постепенно кислота срабатывается она еще не портится она еще не начала гнить а уже кислоты поменьше какие-то к новому году поспели уже вкусно какие-то к марту есть примеры когда мне рассказывали ваши эти синапы и ваши эти самые ваши пипиды лежат да да это уже следующий уже следующий раз взял они все лежат и не портся вот эти два это я их называю пози зимние жигулевская вот зимние лоба слава вечеринска чисто зимняя память плохая потом это розмарин долго лежит висит его можно к осенним отнести вот ну а дальше глядите каталог там больше чем я я устал я могу даже сейчас потуску господи я про этот забыл я этот не вспомнил так дальше александр владимир здравствуйте у меня к сожалению большая неприятность это было сильный метель с севера набило два метра теперь откапываю все молодые деревья вот только что откопал персик пенусинский сенец от сергея его поломал снег ой 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 два метра на мелодию второй рядом стоит пойду откапывать сейчас все что посадили с северной стороны все накрыто барханом поверхность твердая хожу по нему свободно таять еще не стало все поломал очень грустно всего три дня прошло по себе теле ну чё испортили мне настроение я за каждое дерево как за своих детей переживаю здравствуйте вопрос есть ли смысл пробовать вырасти абрикос если у нас меньше солнечного света чем у вас больше дождей по сурову дня погода не сильно теплее красноярска садоводом надо и власть садоводство начал интересоваться недавно морозами на 40 бывает раз в 5 лет ну как у нас давайте так шутбукар это конечно не подарок по моим понятиям шутбукар я помню останавливался самолет который возил нас на иск то было по это самое промежуточный аэропорт жуткая погода пробовать вырасти абрикос знаете есть такой способ они бы были ну видите вот предыдущий товарищ александр у вас как на медиа 2 метра и будет та же самая проблема поломать чертовой матери вот с этим надо как-то бороться раз теперь только мы уже не будем вы уже столько раз говорили уже не могу подробно иначе надо еще два часа в короче это плохо теперь как выходить из положения вы берете а это авантюра вероятность ну 70 процентов 80 можете деньги вывозить вы берете у меня пока они лежат в холодильнике еще времени не вышло они застанцированы еще вам еще через месяц садить когда там вас оттает вас успеет полностью застанцироваться абрикосы у меня абрикосы по принципу со всех деревьев у них у всех вот как получилось я же ничего не выдумал у меня три материала ваулина до ученого с этого челябинского института он-то замдиректора то исполняющий обязанности директора то за кафедры ну короче вырастил так а он-то получил все плоды разные то есть папа были разные или бабушки дедушки то тоже влияет вот и они получаются что а у меня с канады франции вот дальнего востока так нет а ну еще кое-что с европы там откуда я знаю себе вырастили на волне а где у него родина и вот тут получается что помните я назвал абрикос манджурский гибридный помните да вот это все держи вот и косочка в два раза крупнее чему чисто манджурский гибридный это значит что садите сотню садите две раскошелитесь можете три сотни и не хай все растут даже если посадки будут с густотой помидор выращиваем сотню помидор можно вырастить такой же густотой сотню деревьев и и мешайте пройдет время ах это сиртевкар ах этот сдох а это выходит выходы вот так вот пусть он будет скромнее пусть он будет ближе к тому патриарху которого от которого пошла от одного дерева пошло вот это гигант так же как от персика первого так же как от абрикоса патриарха это это от этого пошло новое направление для всей россии включая и владислав сыктывкар неужели если бы мне кто-то сказал константинович там или какой-то чудак красном хуторе продает эти косточки абрикосов которые называются сыновья манджурского абрикоса я бы что не купил 200 300 500 штук засадил бы я полгорода густо засадил и ничего бы не делал уж воулин и тот проникся когда он пишет через корень пересадки вот якорный корень все мои термины это самое получается антифриз потому что корень да не укороченный ничем не искалечены вот получается антифриз и вот тогда то окажется 200 300 этих посадили а я разочек разорились на до тысяч до 5 допустим и все равно пусть из 200 из 300 до 2 что для сада 20-30 мало будет этих деревьев обязательно останутся и не возьмет их не мокрый снег который выплевает и возьмет их вороз потому что вы джурцы чихали на мороз а может сотня получится а можно новое направление сделаете совершенно новое так же как ваулин ну как убедил лес добрый вечер фото половину пешка правил на почту надо посмотрим а вот теле вы хотели написать добрый вечер друзья извините за накладки предлагаю создать группу ватсап или вайбер для общения на тему садоводства обмену мнению делиться опытом хочется общаться и узнавать мнение друзей на разные темы садоводства если желаешь это прошу писать мне или уже созданные группы или добавить заранее спасибо вот как я говорю старый хохоу я говорю хлопцы губ на куси хорошая идея хорошая идея надеюсь у вас получится потому что я устал я уже лидером быть не могу так кудина а вот это что такое только создала телеграм буду восстанавливать информацию садоводство пожарных ну-ка давайте нажмем что нам кудина сад марины еще нажмем так пока что-то не открывается и я не умею может я что-то не умею может телеграм заблокировали уже так может уже опоздала это ой братцы мои так возвращаемся я тут дуру вышел оттуда теперь буду пытаться обратно попасть буду попасть ага вот тут я был так марины я не смог открыть есть совместа вайбер 10 чекерку сад марины марины это его боже да так можно керем к вам присоединиться мы и наш это вы хомутово да это вы 10 человек тоже немало так у кариба валяри константиновича есть общение гостевая книга ну видите как гостевая книга это так верхушечное общение но все равно я там отвечаю на вопросы добросовестно отвечаю на моем сайте есть гостевая книга иван мор как передборг минус 26 но у нас ладно до минус 20 но тут ушел совсем на территории хорошо на весна такая так верхушек минус 25 да ведь я холодно или напарина валерий константинович у меня такое впечатление что осенние пересадка подросших сельцев обрикос в конце гораздо благоприятнее весенний у него скосковский погиб сальвис после пересадки весной до распускания почек обязательно должна погибнуть для того что весной или осенью вы видели как сельце абрикоса именно делаем акцент на сельце абрикоса сельце абрикоса это такая крепкая вещь которая я вам показывал фотографии там допустим 1000 сергея высадил 1000 осени до 1000 курсы лет однолетних уже на постоянных местах прежде чем проивать один ради вас когда высажены него так растут раз все подряд и уже рассаживают на таком расстоянии вот таком вот и ровненькими вердочками обрезка понимаете чем он а по моему учебе он оставляет от этого всего четвертую часть вот одессивенцы растут густо мешает друг другу вот сколько оставляет я вам показал фотографии ни разу в жизни ни один потом открывать ни один не погиб от того что их осенью высадили почему это тебе не отправить за тысячи километров это вот тут взял лопату вот тут взял отнес на 100 метров и высадил сильнейшая обрезка дает возможность прижиться все погибнуть и может весной то же самое я всегда считал что весной обрезать безопаснее почему там помогает еще сокодвижение главное и успела дать земля допустим на стеклопаты полтора и тут же пересаживать анимая когда уже все отсвело или цветет вот тут опасно страшно оттаится может быть поэтому у вас погибло но это все гадание на кофейной гуще так так что вопрос или на осенью пересаживать в конце октября или весной он так сказать не имеет четкого ответа может быть и так и так а может быть вы даже не обрезали пройдя нет фамилия мне знакома выбирали из моих учениц вы обрезали при пересадке по крайней мере я на это надеюсь ну что друзья сейчас я посмотрю кто сегодня со мной общался вот потому что если мне нравится когда я впервые вижу эти самые незнакомые адреса или фамилии это так нравится нас так мало еще ни у кого нет желания взять же эту ссылку да послать дальше я когда-то думал что вы вот эти ссылки благодаря вашей помощи обойдут всю планету например вы видели такие бывают какую-то ерунду послать и дальше и гуляет какая-то ерунда по всей планете а вот мои эти самые вебинары мои фильмы они не гуляют вот вот в Ну что, друзья, я посмотрел Может, есть пара новых Пара новых людей в нашей команде Такими темпами За сто лет не переучим То же самое Нетрудно взять и ссылку разослать Еще сказать, ребята, познакомьтесь Пригодится Пригодится, нельзя даже Калечить сады Чтобы им прощаться Значит, заказать семена Вот сюда можно нажать Вот, заказать черенки Спросите у меня каталог Вот Легко найти мой электронный адрес Легко попасть ко мне Вот сюда Стоит только Вот он Введите запрос Яндекс С удовольствием по железу И вы на моем этом канале Можете набрать Три слова всего по-русски С удовольствием по железу Вы оказываетесь вот здесь На этом сайте Он уникален Сам покойный Патинков Илья Алексеевна Говорила Что Олег Конфидорович Ваш кружок Наш кружок Самый интеллектуальный в России Это дорого стоит Больше Никто Никогда Этому не научит Видите Лучший сад Подмосковья Пять серий По полчаса Два с половиной часа И у вас Лучший сад Подмосковья Вот И нет таких Которые скажут Да я возьму Десять тысяч костей Последние были И давно это было Федеральный директор Инпово Челябинск Заказал у меня Две тысячи членков Вот я тогда Заработал на компьютер Наконец-то Самый крупный заказ На современные деньги Это тысяча пятьдесят Заказали из Словакии Или Словении Я уже начал забывать Вот это была посылка Как я на прочь Донес Через третьих лет Через Москву Отправил Самое стыдное Что это были Иностранцы Все друзья Заканчиваем Значит Если хотите помочь Чтобы таких фирм Было много Вот таких вот Давайте смотреть Сейчас Две тысячи шестьсот пятьдесят девять Все они созданы мной С помощью моего брата Железова Юлия С помощью девочки Студентки С помощью Рожевой Моей Я ее сестрой называю Москвички Вот До этого помогал мне Паченко Сергей Патриот России Который Принципиально называл Волгоградственным городом Мы создали Вот столько фильмов Поверите Вот посчитайте Сколько я потратил Лично своих денег Если вы сейчас Еще по сотне рублей Мне Замите Не по тысяче Не по пять тысяч Вот Как Сергей В десять тысяч Писал Или Ребрик Вот Еще будут созданы Сотни-сотни фильмов Я на этих Две тысячи шестьсот девять Не остановлюсь И брат мой Не остановится Ну и лишние сто рублей Не помешает Заказы практически прекратились А еще все лета жить Вот Я уж плачу своим И чужим людям Повторяю Две тысячи шестьсот пятьдесят девять Чинов Когда-то Будет называться Золотой фонд А сейчас Мы начинаем Выживать А это значит Что Надо как больше Информацию Распространить А от этого Будет зависеть От ваших сто рублей Тогда эти фильмы Будут до бесконечности До свидания Друзья Черезки Выбрасывать жалко Наполевайте Абрикосы На что попало Сливы На что попало Абрикосы И сливы Ищите по соседям Лишь бы только зацепиться А только последний год Нет больше Никто не вышли Бондар уже не вышли Вот Нету больше Таких коллекций Я вас прошу Ищите Куда воскнуть Эти же абрикосы И сливы А вы вся Терн Абрикосы Сливы Терносливы На что угодно Тычьте 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 Только Либо Прижились Пока Временно Вот это и будет Первый Наслай Эгементра Первый год А потом Перед вами Откроются Такие А вдруг Пошло на сливе Абрикос А вот он Наслай Эгементра А вы взяли Сприжившееся Дерево Сливовый Черенок И снова На абрикос И первый Может уже К тому времени Погинет От несовместимости Или замерзнет А второй Уже будет А третий А четвертый Пятый Никогда Не погибнут И у вас Новое направление То ли это будут Пигитативные гибриды Абрикос Наслай Вот То ли вы Сможете вырастить Наслай Потому что Там до воды Полтора-два метра Абрикос бы погиб А Наслай Он будет жить Какие перспективы Нас так мало Что после моих Таких призывов Ну дай бог Если один заказ Пойдет На полсотни Косточек И на десяток Черенков И так Каждую Каждую неделю Каждую неделю А в наше время Мы душу отдавали За раздобыть черенок Вот Все До свидания Друзья Я с вами прощаюсь До следующего Продолжение следует Продолжение следует